Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать рассказ Фазиля Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла», смотрите это видео. Вы будете знать о том, как один школьник пытался обхитрить своего учителя. Написал рассказ Искандер в 1966 году. События происходят во время Второй мировой войны. Но к самой войне никакого отношения рассказ не имеет. Рассказ ведётся от первого лица. Потому и я буду рассказывать так, как будто эта история произошла со мной. Все учителя математики были какими-то странными, неряшливыми, слабохарактерными, но умными. Один математик в нашей школе отличался от других. Звали его Харлампий Диогенович. Он был греком. Как и Пифагор. Появился он в моём классе с нового учебного года. Каким-то образом ему удавалось создать в классе образцовую тишину. Как? Хрен его знает. Директор иногда заходил в класс, чтобы проверить, на месте ли мы. Диогенович никогда не кричал. Никогда никого не заставлял заниматься. Никогда не грозил вызвать родителей в школу. Во время контрольных он не бегал между рядами, а спокойно сидел и читал что-нибудь. Если кто-то списывал, он это и так понимал, проверяя работы. Так что списывали мы крайне редко. Диогенович был весельчаком. Если кто-нибудь из нас накосячит, опоздает или не сделает урок, он так начинал троллить, что мы все уграли от смеха. После этого косячить никто не хотел. Но однажды он и меня затроллил. Я не решил домашнее задание, какую-то задачку на скорость артиллерийского снаряда. Пришёл пораньше, спросил у одноклассника, решил ли он. Он сказал, что нет. Тогда я успокоился. Значит, не я один. Я думал, что Диогенович меня вызовет к доске. К счастью, в класс открылась дверь и к нам вошли докторша с медсестрой. Они искали 5-й А. Я был из 5-го Б. Я знал, что они пришли делать уколы против Тифа. Они уже вышли в коридор и тут я спросил. – Харлампий Диогенович, а можно я им покажу, где 5-й А? Долго ведь искать будут. Учитель разрешил. Я догнал докторшу с медсестрой. Сказал, что проведу их. – А нам вы будете делать уколы? – Будем. На следующем уроке… – А мы это… На следующем уроке в музей пойдём. Че слово. – Вот блин. – Ну ладно. Пойдём тогда сначала к вам. Я сразу побежал в свой класс. Типа я не при делах. Они сами пришли. У доски стоял Шурик. – Зашли. Эскулапы. – Будем делать уколы. – Ну раз будете, значит делайте – ответил Диогенович. – И посмотрел на меня. Докторша спросила, кто самый смелый. Все молчали. Тогда учитель сказал, что будет по списку вызывать. Первым пошёл Шурик Авдеенко. Тот, что был у доски. Всё в порядке. Следом за ним и другие делали. Пока не дошла очередь до Алика Комарова, с которым я сидел за одной партой. Кстати, его звали Адольфом. Но чтобы его не дразнили Гитлером, он называл себя Аликом. Я уколов не боялся. Потому что у меня была малярия. Хроническая. Мне уже столько уколов сделали, что другим и за всю жизнь столько не делают. После укола Алик побледнел. Докторша усадила его на стул. Я закричал, что скорую нужно вызывать. Ему дали понюхать нашатырь и Алик пришёл в чувство. Когда докторша с медсестрой ушли, Диогенович открыл окно, чтобы проветрить класс. Оставалось совсем мало времени до конца урока. Учитель, как правило, в таких случаях рассказывал что-то интересное. Он начал. Известно, что Геракл совершил 12 подвигов. Но один мальчик решил переписать мифологию. Он совершил 13-й подвиг. И это ему почти удалось. Геракл совершал свои подвиги из храбрости, а мальчик – из трусости. – Прошу вас к доске! – это он мне сказал. Я вышел. Ничего толкового сказать не мог. Только артиллерийский снаряд. Ну и Диогенович стал меня троллить. Весь класс смеялся. Мне было не смешно. В общем, больше я так не косячил. Вот такой короткий рассказ, друзья.